Психологи говорят, что муж на первом месте, потом дети. Не всегда. Ну, по Библии, да. И вот я говорю, не всегда. Для мамы дети всегда на первом месте. Что ты говоришь? Материнское сердце. Только дети. Как я говорю, дети будут одни, а мужчин может быть много. Девиз жизни женский. Эротически да, но дети вырастут, уйдут, а муж как бы остается. Лёшка, дай тарелочку, пожалуйста. Он не уйдет. И что вы думаете? Он может не уйти, если хорошо кормить. Что вы думаете? На следующий день наши дети вытворяют какие-то такие кардибалеты. Финты такие. Но это подростковый период, это было где-то лет 12. Ну, я не знаю, это подростковое что-то. Ну, чисто символически я там не знаю, что там может быть. Знаете, там кассету без спроса купили, бойку получили. Не-не-не, всё-всё, нормально, нормально. Это она такая резина. Нету, нету, Света. Всё, может, скоро забрал. И после этого я поставила девиз своей жизни, что для мужчины, что муж для меня сейчас будет на первом месте. Итак. Всё, добренько. Нету пока Света. Простите, уйдёте, а я с папой останусь. Я пошёл. Это подсвет. Поэтому. А Святик мой говорит, мама, ты папа на подкаблучнице. Ты папа на подкаблучнице. И с этого вот всё и началось. То, что муж моя опора. Не просто опора, это моё сердце, моё дыхание, мои ноги. А если не сможет, то надо отдельную третью тарелочку положить, как, знаете, ложат. Надо подушечку-думочку, чтобы всегда была вторая подушечка. На одной подушечке нельзя спать. Я на две подушечки. У меня ортопедическая вот эта мемория. Надо ещё одну себе думать. Думочка, такая маленькая, знаете, вот, которую можно и так под щёчку, и так. Не надо больше, ну, думочка. Называется подушечка-думочка. И тогда, действительно, пара, душа, как бы, прилетит заранее. Ещё вы её не будете знать, она прилетит на эту думочку. Я не знаю, я не услышала. Марина говорит, сначала первым надо давать порцию мужчинам. Вот, это по Библии, правильно. Да, вот муж по Библии сказал, что в Библии, что всегда, ну, муж нужен. Не, ну, правильно, мужу, мужу, да? Да, доченька, дай тарелочку, да. Да, правильно. Ну, смотри, а если, допустим, у меня гости, и у меня сын, и кому мне первым? Ну, я думаю, что у вас сын уже пубертатного периода, насколько я помню, поэтому, конечно, я бы сын. Я считаю, что сын, во-первых, это ваша опора в будущее, не потому что, ну-ка, помоги мне, потому что я буду тобой гордиться. Таня, что у тебя? Я буду радоваться. Надеюсь, я надеюсь. Ну, я думаю, так. И после этого я стала мужем. Да, он есть, есть. Ну, прислушиваться. А, вот, потому что моё эго. Настолько была, ну, высоко нервная. А у вас такой жизнерадостный, весёлый муж? Да мы, да, мы двоём. Активнее. Они в поле вам такие позитивные. Мы всегда спрашиваем, дети, вам не стыдно за родителей? Родители блогеры. Кстати, прохладные. Да, давно вы занимаетесь блогерством? Да, с 15-го года. Пожалуйста, 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 пожалуйста. Холодненько. Ну, прохладненько. Это ксерок с папой, пожалуйста. Доброе дня. Доброе дня. Доброе дня. Ксерок с папой, пожалуйста. Ну, что-то. Владимир Дмитрий. Это младший сын наш. Приехал и уехал. Правильно. Всё, спасибо, Денина. Они не снимаются. Только старший сын снимается. Когда он заходит, я его так раз зашиваю, сажу и сразу какие-то провокационные вопросы. Кто там? Какие-то вопросы провокационные. Хотят, может. Мы тоже не снимать. То есть если садись, то 22, 23 года. 21. 23 года, да? 23. А, 21 год. Значит, мне ещё надо подождать. Тебя надо ещё подождать. Просто подождать. 25-30 год, когда он захочет сниматься в моих... А, не хочет, да? Доченька тоже не хочет сниматься. У меня Татьяна три канала ведёт. Но она не снимает. И двух малышей. Вот как у вас погодки. Привет. Да у меня погодки. 20-18. Хорошие малыши. Они же были когда-то, и сейчас они погодки. Почему? Папа дай. Вкусно пальчики обрежешь. Кстати, этот канал обогнал в домашних очах. Сколько у тебя уже? 500? 560. У вас конкуренция уже, да? Вот если бы вчера приехали... Она год позже начала, и обогнала буквально... Уже теперь у тебя 540, а у неё 560. Ну, не, ну, рядышком всё время вместе. Если бы вы вчера приехали, вчера были новогодние салаты. Это был у лёд. Она уже готовит на Новый год блюда. Повара говорят блюда. Не блюда, а блюда. Правильно? Тогда ты определяешь, что это профессиональный повар. Если блюда, то это блюда. У нас блюда. То вчера было просто нереально. И папа всё страдает. У меня одна проблема. Она готовит салатики сладкое. Я салатики все съедаю, сладкое не ем. Когда-то они начнутся мясные блюда. Рёбрышки, баранина. Когда это всё нам нравится. Так это ты специалист по мясу. Ну, я съеду мясные блюда. Я хочу пуп. Ну, это, наверное, сама не ешь, потому что стройные, высокие. Да, ешь, то есть. Ем торты. Ем. Или торты, подождите. Торт. Блюда и блюда. Ну, давайте, время идёт настолько быстро. Ну, ладно. Я тут очень приятно. Да, за знакомство. Я говорю вам, что спасение ваше. Да, опоздали. Что ж это за спасение? Нормально, нормально. А мы с Ловкой пошли прыгать. Приходим, а у вас там уже идёт разговоры. Ого, никуда нельзя пойти. Никуда. Я поняла, что я не вовремя пришла. Нет, вы не поняли. Мы с Ловкой идём по улице. Все знают. О, подходят. Я себе иду спокойно с острова. А я вас видела у Леси на канале. Поздравляю. А ко мне стесняется? Но дело в том, что если бы я вас не видела на новогодний, вот эти вот церковные, на крещение, я бы не знала ваш характер, вот не чувствовала вашу, ну, вот это вот, ну, недоброжелательность, а вот... Недоброжелательность, да, расположенность, да, вот к любому человеку. Потому что люди же очень разные. Ты же вот в театре смотришь спектакль по актёру, да? Ну, вот, или вот мы говорим, а вдруг бы Самвел приехал бы сегодня. А я говорю, а я бы подумала, третий или не третий. А он приходил. Ну, я бы подумала, подойти бы или не подойти, да? Готова ли я не готова войти в эту игру или там в эту режиссуру, в этот спектакль, ну, как бы, понимаете? А здесь, ну, Леси для меня, ну, не ребёнок, конечно, не подружка, но это девушка, девочка, ну, ангелочек. Ну, как я могу не побежать к ангелочке с аллергией на солнце? Я летела просто на крыльях. Подожди, подожди. Это ангелочек, а не другого мнения. Дочка мне запрещает, мама, не спи, мама, это эмоции, тебе нельзя эмоции, ты там лекарства, ты препараты. А вот это вы меня видели там? Да. Да? С малышами примерно. А я по голосу вас узнала, я как-то обычно на людей так не смотрела. А вы что-то пели, одурачились в воде или как-то? Нет, говорили. Нет, вы просто в воде стояли там, фотографировались и всё. Я просто голос услышала, и всё, и мы там уже с детвора дальше купались. Ай, когда фотографировалась, я ещё материла, слышу, что ты там не слышала. Это я не слышала. Я как-то слышу голос знакомый такой звонки, и потом уже как-то узнала. Звонит маме, а я сразу же всё беру. Она говорит, мама, не смей, тебе нельзя эмоции, ты на препараты, солнце, радиация, всё. Я говорю, Таня, ты что? Ну да. Нет, девушка у озера, конечно, ступеровано. Правда чудесная, да? Единственное, что оно сейчас уже стало потихонечку, потихонечку зеленит. Не-не-не, всё будет нормально. Это сколыхали люди. Тут тысячи, тысячи, тысячи. Сейчас немножечко оно остынет. Я не сукатаю. А осенью будет круто, вообще круто. В сентябре, да, уже не будет такого навала любого? Да, людей нет, тут пусто. Мы вообще шикарно здесь. Обалдеем, никого не тихо так. Пошел на озеро, скупнулся там. Не пошел на озеро, не скупал. Ну да. Сейчас же не пререкламируют вот эти палатки, да? Они говорят, вот, можно заехать с палатками на несколько дней. И люди сюда и едут, и едут. Так, ажо, ты здесь ходи сейчас на Днепр, поставь. Днепр зеленый. Её же каждом год такое. Он воняет. Да, там пусто. Самара, ну так всяко. Ариэль? Ну, холодная, темная, грязная. И узкая. И узкая, глубокая. Я живу возле Днепра, окна открыты ночью, и науша воняет вот этой тиной. Мы же так закрываем, кондиционером проветривается. Скорая речка превратится в болото и стоит. Микровода. Сразу писано, да, добывать торф. Делать виски из торфа. Нет, а может быть найдутся вот эти вот баржи, которые очистительные, которые будут ходить. Вряд ли, вы знаете, я думаю, это все-таки с температурой связано. Во-первых, это связано с тем, что изменили русло. Во-вторых, изменили скорость воды. И выбросы в воду. И выбросы, и фосфат. Да, говорят, там зашкаливает. Просто ты вот подойди на Московскую и посмотри, что там творится, когда вода идет. А как это сделать, чтобы это русло опять... Это надо ломать все эти ГЭСы, ГЭСы и все остальное. Там 550, и тоже там труба, выброс идет. Да. Возле Виктории, там чуть туда, в магазин Виктория. То там пожизненно всю жизнь там лилось, лилось. Плюс, никто же не отвечает за Днепр. Понимаешь, мэр не отвечает. А, шуфилат. То есть краник не наезжает. Давайте, вот это еще пицца. У нас сделали платный пляж, называется Зеленая Лагуна. Там, где было возле Поплавка заброшенное такое место. Такой доброволец Сергей расчистил. Да, пришел другой. С волонтерами. А пришли местные власти и оккупировали. 150 гривен за вход, чтобы ты поплавал. И чтобы поплавать в грязной зеленой гонепре. Ну это уже. Ну да, вода все равно. Нет, это что, они там начали чистить. Ну все так оживились, думали, вот, будет что-то бесплатное. Нет, Серега сделал классно. А пришел этот дядя и все поломалось. Причем он... Ну они природы, потому что мы с Витисами крапку покупали. Они все это... Он за свой счет все делал. Кока-колу не хотите? Ну, мы, типа, а колу не взяли. А колу нам не дали? Нет, не было в пакете. Нет, не дали. А, там две баночки в багажник я забросила. Вот, я не буду, спасибо. Маленький. Нет, нет. Офель маленький. Ну, совсем, совсем. Горячий чай. Уй! Улетела. Дотя... Папа, да. Так что, а дети или дочери все папа? Моя так точно. Вот так, это уникальное. Дочки, если все папа, то счастливы будете? Нет, ну, дочка у меня, конечно, цикует. Нет, ну, если такое, там, милое общение, потому что здесь же... Ой, ветер, ветерочек. У нее с дочкой точно общения нет. И пиво, и пиво, и чай. У меня как-то... Сейчас невестка будет, может быть, общение. Дай бог. Доченька, поводишь чуть-чуть. Вместе будете варенички. Или витнорский. У всех витнорский. Чебетушечка будет. Ну, нет, не все кошерное. Чтобы всем без мяса бить более рыс, я не люблю. Травоязное. Да, да, да. Рагу, которая там без мяса. Ага, ну, виноград есть, бананы. Пока кушаю мясо. Да, но сало я люблю, сало. Ну, это шкет. Кошерное, да? Креп бездрожжевой. Кошерное беру, да, на рынке у нас, на озерке. Кошерное. Кошерное свининое мясо. Зимное мясо, кошерное. Я хочу поднять тост, вставать не будем, за ваши таланты. За то, что вы... Такой пример для обычного человека. Вот у вас же все равно есть какие-то житейские дела, прошу прощения, мужчины. Гвозди, света, отопление, поломки. Лампочку поменять. Лампочка там. Ремонт. Ремонт, попылесосить, мусор вынести. Пытай мне мать, чтобы заплакать не очень. Да. Мы же обычные люди, да? Вот быт, вот эта рутина. Как вы находите переключение, взлететь с этой рутины, с быта, если мы в ней погрязли? У нас только мысли об этом, об этом и об этом. А у нас тоже присоединяется? Нет. А вы умеете взлететь над этой суетой. Поэтому я хочу, вот вы действительно... Выбора нет. У вас выбора нет. Я имею в виду, что не про то, что там ремонтировали, что у нас выбора нет. Пришло бы работать. Ну да, но для нас это непостижимо. Мне кажется, там слесарному искусству, мастерству, ну вот техническому что-то можно научиться, а творчеству, наверное, нельзя научиться. Это ты рожден, как говорят, поцелованный, да? Нет, на самом деле это все у любого человека, у которого есть голосовые связи. Можно нужно... Можно...